Теплое надворье, пляж в озеро с надыходом спякотных ден, могилевцы потягнулись до воды. Вортовальники на протягу нескольких тыднев працуют во усмотренном режиме, а не злоуживаться водными процедурами, пока не рают. Граждане отдыхающие, купание в нетрезвом виде запрещено. Это пяшерское озеро. Не гляньше на працовный день, а матору пляжного отпочинку достатково. Надворье под плюс 30 вымушает и вортовальнику сконцентроваться на своих обовязках. Працуясь тут круглосутково, патрулюясь постоянно, информируясь и проводить гуторки. Проблемы дарыши с года в год от 0 КВ. Происшествий нету, очень много. Единственное, что детей без родителей. До 14 лет купание без взрослых запрещено. На это никто не реагирует. И в вечернее время компании, которые употребляют грешительные напитки, со стороны леса, где купание, поставили знаки запрещены, очень много лезут в нетрезвом состоянии воды. По статистике, больше за 70% охвер воды приходится на купальный сезон. Надворье хоть и провокатор, а лес причин, не тверозость, а брали незнаемое место, теперь оценили свои сдольности. Уполненность, кажут вортовальнике, нелепшая якость для воды. Заплывают вне зоны видимости за поворот, начинают нырять. На дне находятся камни, пни в самом конце озера, земель. Ныряют, нырнул, ударился, ноги режут. В городе 5 мест от починка каля воды. Днепровский городский пляж, Брады, Затока Фатина, Пятшерское и Гребеневское озеро. Купание на опошнем, зараз заборонено. Але по усюль есть вортовальники. Дно проверено, дежурство организовано. Проблема, что люди выезжают за пределы города, и поэтому есть гибель и ногелевчан. Женщина, работавшая на лифтостроительном заводе, оказалась в Быховском районе. По каким причинам мы так и не установили пока. Кроме этого, недавний случай. Наверное, из дачного поселка житель по улице Крупской, значит, работник завода струнмашина, оказался в воде. Одетый полностью. Какова причина, никто не знает. Зараз синоптики прогнозуют, зменливая на дворье. Там оперативник отправится до воды, узгадайте правила и сделайте разминку. Долгие заплывы не рекомендуются. Температура воды еще недостаточная, а температура воздуха нередко бывает и по 30. Как и по прогнозу на сегодняшний день тоже должна быть. И поэтому, когда человек идет в водоем, он должен это учитывать. Заходить в воду постепенно, охлаждая тело, уравнивая температуру воды и своего тела. И опошняя худка школьной авокации. Дети без батьков уже заявились на водоемах. Тому контроль, гуторка и уластный приклад. Рызыковать не треба.